МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учего грибов произрастают в лесах Эстонии? И какую часть из этого многообразия вам удалось представить на выставке? В Эстонии можем встретить примерно свыше 7 тысяч видов грибов. Ну, конечно, в такое разнообразие входят и микрогрибы. А вот те грибы, которые можно видеть невооруженным глазом, таких в Эстонии примерно 2,5 видов. 2,5 тысячи. 2,5 тысячи, естественно. Больше, чем озер. Конечно, да. 2,5 тысячи видов. Ну, конечно, такое разнообразие у нас представить на выставке не представляется возможности по разным причинам. Ну, в том числе и потому, что некоторые виды предпочитают появляться как раз-таки весной. Так скажем, их плодовые тела появляются весной. И поэтому, конечно, в рамках осенней выставки их представить нет такой возможности. Но также места произрастания у грибов разные бывают. Поэтому наши сотрудники, они собирают грибы в пределах хорюма. И вот в течение 10 дней этой выставки у нас примерно 230-240 видов можно встретить на ней. Так что это довольно хороший обзор для того, чтобы наши посетители смогли получить и представление о грибах. И самая главная цель выставки, это, конечно же, чтобы они научились различать съедобные и ядовитые виды грибов. И, конечно, распознавать смертельные ядовитые виды. Да, вот эти я даже не рискну взять. Это бледная поганка, нет? Совершенно верно, да. Это самая настоящая бледная поганка. Так она выглядит. Брать руки, как Катерина показывает, можно. Но это труп бледной поганки, он уже не так ядовитый. Тем не менее, руки потом нужно будет обязательно помыть. Да. Не облизывают пальчики. Да. Что касается ядовитых грибов, то у нас в Эстонии примерно 200 видов ядовитых грибов встречаются. И, собственно... Насколько они ядовиты? Они слабо ядовиты? Или все-таки так, что один кусочек попробуешь и все, смертельный изход? Есть у нас среди этих ядовитых грибов, есть у нас смертельные ядовитые грибы. Это совершенно другие виды. Таким образом, их примерно свыше 10 видов у нас в Эстонии. И самые, пожалуй, такие печальные случаи, наиболее часто встречаемые, встречаются как раз-таки с этой бледной поганкой и мухомором ядовитого, который у нас сейчас, к сожалению... Да, они такие некрасивые. Мухоморы точно яркие, их никто... Мухоморы красивые. Да, да, да. Но вот бледная поганка некрасивая. Мухомор ядовитый, он совершенно белого, ярко-белого цвета. Вот такой вот цвет, ярко-белый, как такая рубашка, да, вот такой ярко-белый цвет. То есть эти вот красные шляпки с белыми точками, это только в детских книжках для привлечения внимания? Нет, нет, нет. Это красный мухомор. Он ядовитый, но не смертельно. А вот самый смертельный ядовитый мухомор, это, конечно, белого цвета, это, то есть, мухомор ядовитый, и вот зелёного цвета, это бледная поганка. Я вижу здесь необычные, вот, например, такие грибы. Вот это что? Это грибы, это же цветочек. Это земляная звезда. Очень интересный грибочек, но он несъедобный, в принципе, очень просто симпатичный. Ну, он просто экзотический. Да, вот, смотрите. Катерина, вы сейчас этим обилием цифр, которыми нас засыпали, просто планку моей самооценки понизили до невероятных пределов, потому что от силы я, наверное, по памяти смогу назвать, ну, может быть, полтора десятка съедобных грибов, ну, и несколько несъедобных. И хорошо, потому что так, главное правило грибника какое? Знаешь гриб, только такой гриб можно положить в корзинку. То есть, золотое правило грибников, знаешь гриб, не бери его, поэтому очень хорошо использовать именно те грибы, которые, значит, и в них различать. То есть, именно съедобные и... Из этих грибов ты знаешь, кто есть кто? Ну, давайте посмотрим. Так, вот у нас такие грибочки. Я бы сказал, что вот это, наверное, какой-нибудь подосиновик или подберезовик. Нет, это боровик. Белый? Я думал, они больше. Нет, они, конечно, разные бывают и разных размеров. Должен признаться честно, что по грибы я ходил, может быть, один раз в жизни, и это было давно неправда. Ну, это опенок? Нет, опята поменьше, да? Опята потоньше поменьше. Хватит меня позорить, что это? Я думаю, что это или подосиновик, или подберезовик. Совершенно верно подосиновик. Но вот здесь мы видим очень интересный грибочек. Этот гриб... Разве не подберезовик? Это желчный гриб. И весьма интересный тем, что он не совсем старым сиренем, у него просто, так скажем, вот эта трубчатая часть, она розоватая немножко. Если бы попробовать, он будет горький. Я пожарила, я обрадовалась. И блюдо было абсолютно горькое. Да, ужасно. Действительно было желчным. И если вы сейчас скажете мне, что это не лисичка... Это рыжик! Это рыжик! Как же ты мог перепутать? Это рыжик-еловый. Причем, что касается лисичек, бывают очень интересные виды. Ведь все обычно у нас в Эстонии привыкли собирать обыкновенную лисичку. Но у нас в Эстонии есть весьма интересные. Не обыкновенные? Нет, она совершенно другую вид. Ой, какая страшная. Например, желтая лисичка. Очень интересная. Желтая, если у нее поверхность, посмотрите, у нее поверхность серая. Да, но называется этот вид именно так. А есть это можно? Есть это можно, и я даже скажу, она очень... Причем сырым, угощайся. Очень, очень питательная вкусность. Что касается сыра и грибов, то я бы так сказала. Все-таки все мы разные, и организмы у нас разные. Поэтому, как кто-то может есть сырые грибы в сыром виде, но, например, я не предпочитаю для себя употреблять сырые грибы. А в понимании того, что если, ну, например, на выставке или где-то в определителе указано, что гриб можно и сырым, это значит, что его сырым можно помыть, и на сковородку сразу сырым. А вот некоторые грибы надо вымачивать и вываривать. И вот только потом уже можно его употреблять. Вот я покажу еще такой необычный гриб, который вообще не выглядит, как гриб, а какая-то водоросль. Да, больше на кораллы похоже. Это ромария. Тоже съедобный гриб. Красиво называется ромария. Романтичный. Катерина, а что происходит со всем этим грибным многообразием после того, как выставка заканчивается? Наверное, сотрудники Музея природы варят грибной суп. Я думаю, что уже... Особенно из бедных поганок. Поскольку, конечно, наши экспонаты, они скоропортящиеся, то, естественно, в конце выставки они уже не представляют кулинарный интерес. Вот этот гриб, меня тоже интересует. Он как-то вообще неприлично выглядит, и даже в руки его брать не хочется. Что это? Да, выглядит он весьма интересным образом и напоминает один наш... Циррозную печень. Циррозную печень, возможно. Так вот, печеночница, она абсолютно съедобный гриб. Весьма интересный. Да, то есть этот гриб, он произрастает на дереве, и вкус у него немножко с кислинкой. То есть вот такой... На любителя, да? На любителя, да. Такой под барбекю. Вот. Но интересный грибочек вот этот. Весьма интересный грибочек. Давайте посмотрим. Я вот, например, такие грибочки сама... В старейшем его называют фуфунькой, я знаю, потому что когда он созревает... Сколько у него с разных названий бывает. Нет, пахнет, но очень интересно. Он испускает, знаешь, такой сизый дым, когда он уже такой перезрелый. Да, и дым этот не что иное, как его споры, поскольку сам же гриб, он находится в земле, и он в земле может многими годами произрастать. А когда грибу нужно распространиться, соответственно, у него появляются, созревают такие плодовые тела, Кроме того, я видела его вот такого размера, наверное, с футбольным мячом. Они бывают очень большими, тогда дыма очень много. Вот. Но давайте смотреть. Когда этот грибочек называется правильно, ну, так скажем, официально, он называется дождевик, жемчужный. Ну, и вот когда он маленький, беленький, его можно кушать, он съедобный гриб. Я так понимаю, что о грибах Катерина Песоцкий может рассказывать бесконечно. О, спецэффекты под занавес интервью. Лектор и биолог Эстонского музея природы была у нас в гостях сегодня до конца этой недели. В музее природы на улице Лайв Таллине проходит выставка, на которой можно о грибах узнать все-все-все. Лайв Таллине проходит выставка.